Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Вы знаете, я много соков пробовал, но вот это действительно получается какой-то божественный на вкус. Здесь имеется небольшая такая кисленька, здесь появилась ладость. 15 июня, день Никифора, назван в честь святого отца Никифора-исповедника, патриарха Цареградского. Он был святой ветвью от святого корня, от сосов материнских, воспитанный в благочестие, взращенный в добронравии и наставленный на богоугодное житие. Юнас провел целомудренно, в великом воздержании. Был исполнен при мудрости внешней и внутренней, мирской и духовной. Изучил в совершенстве не только книги эллинских любителей мудрости, но и божественное писание. Этот день имеет интересное название – вьюнь зеленый. Оказывается, в этот день девушки плели венки из вьюна на счастье. И в этом был глубокий смысл. Делать венки – значит плести свое будущее хорошими мыслями. Вечером водили хороводы. Неженатые мужчины состязались в силе и ловкости. Также украшали дома веточками из березы. На столе сегодня должен был обязательно быть свежеиспеченный каравай. Он являлся олицетворением солнца, богатства и благополучия. Приметы. Если с самого утра солнце находится в небольшом тумане или дымке, погода будет тихой и теплой. Дождь пошел, будет хороший урожай конопли и льна. О, отлично, отлично. Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло. Она очищает печень, она очищает почки. Она делает желчь более текучей. И, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот, поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу. А раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает старческая слабоумие. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе, видите, зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления. В сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками. И сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок. Здесь примерно пропорция должна быть такая. Можно пополам на пополам, а можно один к двум. То есть две части сока яблок и одна часть сока огурца. И получится, я думаю, очень вкусный у нас с вами сок. Итак, делаем этот сок. Опять мы с вами ставим, у нас это уже сок огурца есть. Теперь мы сюда добавляем только яблоки. И попробуем, что у нас получилось за смесь. Я в основном, чаще всего использую морковный сок в качестве основы, яблочный сок в качестве основы. Вот добавляю к ним сок свеклы. А вот с огуречным соком я практически не работал. И мне сейчас очень интересно, а какого вкуса у нас получится сок. И смотрите, пенка. Пенка у нас как раз такая зелененькая. Это говорит о том, что здесь вещества еще не успели окислиться. Такие как железо биологически активное и другие. Поэтому его надо пить сразу же. Итак, пробуем. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека, чувствуя милосердие и сострадание. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok